Привет, я Джон Каудер из компании Acoustic Geometry. Давайте поговорим об акустике, безусловно, являющейся основой звукораспространения в помещении. Эта тема может показаться довольно сложной, но мы попробуем ее упростить. Большинство комнат имеют плоские стены и потолки, и звуковая волна, отражаясь, постоянно скачет между ними. Вы спросите, как же это влияет на звук? Для демонстрации у меня есть два пневматических пистолета с заряженными дисками. Вот этот, представляющий прямой звук, нацелен прямиком на ухо. А этот, представляющий отраженный звук, нацелен таким образом, чтобы диск отразился от стены. Я выстрелю из них одновременно. Отраженный звук приходит к уху позже, чем прямой, хотя начали они свое движение одновременно. Все потому, что отраженный звук проходит большее расстояние, чем прямой. Эта стена всего одна прямая поверхность, а в комнате ей как минимум шесть, и они образуют много отраженного звука. Но почему отраженный сигнал плох? Я продемонстрирую, используя эти два одинаковых трафарета. Синий будет прямой звуковой волной, а красный – отраженный. Начиная свое движение одновременно, красный, подобно отраженному сигналу, отстает, образуя тем самым интерференцию звуковой волны, что в свою очередь деструктивно меняет оригинальный сигнал. В этом-то вся и проблема. Из-за обильных отражений оригинальная звуковая волна сильно искажается. Кстати, стоит напомнить, что звук движется очень быстро, примерно 340 метров в секунду. Звуковая волна способна отразиться между двумя стенами примерно 60 раз за секунду. Звук движется так быстро, что заполняет всю комнату практически мгновенно. И это лишь один угол отражений, а каждая комната имеет тысячи таких углов. Что нужно сделать, чтобы наша комната звучала лучше? Не забыли про мои пистолеты? Я снова выстрелю из них одновременно, дабы показать, как волна отражается от стены. Оба диска отразились в одном направлении. Это означает, что отраженный сигнал не потерял свою энергию. Теперь давайте опробуем один из двух акустических инструментов, а именно поглотитель, который уменьшает энергию отраженной звуковой волны. Для звуковой волны поглотитель выглядит как дыра в стене. Другими словами, часть энергии попросту не возвращается. Поглотитель уменьшает энергию отраженного сигнала, что в противном случае приводит к искажениям. Но если мы используем только один поглотитель, это делает звук тусклым и неестественным. Человеку неприятно находиться в комнате, состоящей из одних поглотителей. Давайте опробуем наш второй акустический инструмент, выгнутый рассеиватель. Он также уменьшает энергию звуковых отражений. Рассеиватель перенаправляет звуковые отражения в разные стороны, тем самым сглаживая деструктивное влияние на звук. Акустика комнаты заметно улучшится, если использовать комбинацию из поглотителей и рассеивателей. Все это используется, чтобы уменьшить влияние отражений на оригинальный сигнал. Используйте комбинацию из рассеивателей и поглотителей, и ваша комната будет звучать намного естественней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok